СИРА Сказанные им слова, его нрав, а также его жизнеописание. Усиление Ислама Притеснение со стороны многобожников Все принятые меры многобожников по возвращению мусульман из Эфиопии в Мекку не увенчались успехом. Этот факт вызывал ярость у язычников. Преследование пророка, да благословит его Аллах и приветствует, и мусульман ужесточились. У многобожников созрела мысль об устранении, убийстве посланника, мир ему и благословении Аллаха. Тем самым они поставили бы окончательную точку в этом противоборстве. В один из дней пророк Мухаммед, да благословит его Аллах и приветствует, как обычно пришел в Каабу для молитвы. Он склонился в земном поклоне. В это время Абуджахль поднял большой камень и двинулся в его сторону, чтобы бросить камень на голову пророка и убить его. Но в ту минуту Аллах вселил неимоверный страх в сердце Абуджахля. Тот испугался и выронил камень из рук. Однажды, когда пророк, да благословит его Аллах и приветствует, совершал намаз, Укба бин Абу Муайт поставил свою ногу на шею посланника, мир ему и благословение Аллаха. В другом случае Укба накинул свою одежду ему на шею и сильно сдавил. И тогда к нему бросился Абу Бакр, да будет доволен им Аллах. Схватил его за плечи и оттолкнул от пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Увидев это, многобожники оставили посланника, мир ему и благословение Аллаха, и накинулись на Абу Бакра. Избивали его до тех пор, пока он не лишился сознания. Жить спокойно в Мекке не давали и Абу Бакру, да будет доволен им Аллах. Он, как и остальные, принимает решение переселиться в Эфиопию. На пути ему встречается старейшина племени Ахашиб, Малик ибн Диган. Он берет под свою опеку и защиту Абу Бакра и объявляет об этом многобожникам. Эта ожесточенность послужила причиной усиления ислама, который приняли два пользовавшихся всеобщим уважением героя Мекки Хамза бин Абдальмуталиб и Умар бин Аль-Хаттаб, да будет доволен имя Аллах. Хамза, да будет доволен им Аллах, был братом отца пророка Мухаммеда, да благословит его Аллах и приветствует. Причиной, по которой Хамза принял ислам, было его нежелание видеть унижение своего родственника. Хамза, однажды, когда посланник Аллаха, мир ему и благословение Всевышнего, находился на холме Ас-Сафа, проходивший мимо Абу Джахль принялся оскорблять его, ударил по голове камнем и поранил его до крови. Услышав это, разгневанный Хамза разыскивает Абу Джахля и со словами «Ты оскорбляешь сына моего брата, тогда я сам исповедую его религию», разбивает ему луком голову. После этого случая Аллах открывает сердце Хамзы для ислама. Мусульмане из-за его храбрости прозвали Хамзу Асадуллахом. Это событие произошло на шестом году пророчества в месяц Зульхиджа. Асадуллах – лев Аллаха. Особое почетное звание, дающееся человеку за его преданность и храбрость на пути борьбы за веру Аллаха. Ислам принимает Умар, да будет доволен им Аллах. Умар принял ислам через три дня после того, как это сделал Хамза, да будет доволен имя Аллах. До этого мусульмане нередко страдали от наносимых Умаром всевозможных хабиц. Известно, что пророк, милостимый благословение Аллаха, в своей молитве просил Всевышнего усилить ислам Умаром или Абуджахлем. В хадисе, передаваемом со слов Абдуллы бин Масуда и Анаса бин Малика, да будет доволен им Аллах, сообщается, что однажды пророк, мир ему и благословение Всевышнего, обратился к Аллаху с мольбой. «О, Аллах, укрепи ислам тем из двоих, кого ты больше любишь, Умаром бин Аль-Хаттабом или Абуджахлем бин Хишамом». И оказалось, что больше Аллаху угоден Умар, да будет доволен им Аллах. Однажды Умар слышит, как пророк, мир ему и благословение Аллаха, в Каабе во время намаза произносит аяты Священного Курана. В тот момент сердце Умара пронизывается светом ислама, однако внутренняя борьба заставляет его не предавать свою религию. В один день Умар вышел из дома для того, чтобы убить пророка, да благословит его Аллах и приветствует. На пути он встречает человека, который сообщает ему о том, что сестра Умара и его зять приняли новую религию. Умар в ярости направляется к ним. В их доме он слышит аяты и суры Тааха, и его сердце пронизывается светом истины. После Умар направляется в дом к Аркаму, где находился пророк, мир ему и благословение Аллаха. Когда ему открывают дверь, Умар обращается к посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует со словами. «Свидетельствую, что нет Бога, кроме Аллаха, и что ты – посланник Аллаха». Находившиеся в доме люди так громко закричали «Аллах велик», что их услышали и те, кто был у Каабы». Усиление ислама После того, как Хамза и Умар приняли ислам, мусульмане, почувствовав свою силу, впервые начали открыто совершать богослужения у Каабы. После принятия ислама Умара прозвали «Фаруком». «Фарук» означает различающий истину от заблуждения, добро от зла. Однако и даже Умар подвергался унижениям. На его жизнь несколько раз покушались. Несмотря на принятие ислама Хамзой и Умаром, мусульмане все еще оставались в меньшинстве, не имея достаточной силы противостоять язычникам. Субтитры создавал DimaTorzok